Столица региона сегодня отмечает 81-й день рождения. Каким был Наринмар в начале своей истории, можно судить только по кадрам кинохроники или старым фотографиям. Тогда он мало чем напоминал сегодняшнюю столицу Заполярья. Мало на центр региона город был похож ещё в 50-е. Многих зданий и улиц ещё не было. Не было и мостов, связывающих лесозавод и Качгард с центром Наринмара. Жила на лесозаводе. Что интересно, автобусов не было. Ходили мы пионерами сюда, пешком всегда, по песочку. Переезжали на лодочке, там на курьезаводской лодка у нас перевозила людей. Мостов не было. И что интересно, вот мы дойдём, перейдём речь там к курью. Здесь ботиночки снимем на плечо и пошли с горными, с барабанами. А вот детство Владимира Орлова прошло в 60-х годах. Мосты, связывающие микрорайоны города, уже появились. Но деревянные, и их часто подтапливало. А мальчишкам последствия стихии были только на руку. Когда город очень низкий был, деревянные мосты были, они очень низкие, и весной их заливало. Поэтому очень много переправ было. Даже переправы было между Качгардом и Сахалином. Вот мы, пацаны, на лодках переправляли тоже людей за три копейки. Но такого заработка у Владимира могло бы и не быть, если бы генеральный план, принятый во второй половине 30-х годов, удалось реализовать. Тогда архитекторы с особым энтузиазмом подошли к созданию плана первого за полярным кругом города. В перспективе Наринмар должен был стать образцовым провинциальным городком. С широкими улицами, парками, набережной, спортивными объектами. Архитектура Советской России в 20-е и 30-е годы переживала период романтизма. Еще его называют иногда сталинским модерном. И вот эти тенденции новой советской архитектуры предполагалось отразить в генеральном плане строительство Наринмара. То есть архитектором Наринмар виделся как маленькая Москва. Генеральный план 1936-1938 годов был разработан Ленинградским областным проектным трестом. Но почти ничему из этого не суждено было сбыться. Единственное, что совпадает на плане и в современности, это расположение Дворца культуры, администрации и главной площади города. А вот на месте, где сейчас стоят многоэтажки, предполагались занятия парусным спортом. Набережная. Вот она. Для прогулок, для свободного времяпрепровождения жителей города Наринмара. Вокруг водоема, который предполагалось создать на месте бывших болот. План был рассчитан до 1952 года. И хоть история не терпится слагательного наклонения, но кто знает, может, если бы не тяжелые военные и послевоенные годы, то наш Наринмар стал бы городом мечты архитекторов 30-х годов. Алена Валеева, Вадим Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.